В Одинцове состоялся круглый стол по вопросам здравоохранения в регионе. В обсуждении приняли участие медики Одинцовской областной больницы, представители администрации округа, члены общественной палаты и активные жители. Заместитель главы Одинцовского округа Олег Дмитриев подчеркнул, муниципальная медицина сейчас испытывает огромную нагрузку. По долгу своих функциональных обязанностей глава и по своему долгу, как человек с гражданской активной позиции, мы очень часто бываем в больнице, поликлиниках, скорой помощи, но реально работают на износе. Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев рассказал о создании новых медцентров, в том числе центра ЭКМО, передвижные аппараты искусственной вентиляции легких, незаменимы при лечении серьезных заболеваний. Мало кто обычно в нашей федерации эффективности, эффективно работе с этими аппаратами, у нас таких три аппарата, вернее, два мобильных, то есть мы выезжаем на территорию, забираем пациента на месте и в том числе в наш центр ЭКМО. Тоже уникальная вещь, кроме Одинцова, для такого центра у нее больше на Московской области нет. Работа скорой помощи, порядок получения QR-кодов, сроки открытия новых медучреждений, нехватка квалифицированных кадров, график приема узких специалистов. Проблем, которые требуют решения в формате, еще вчера немало. Жители Лесного городка ждут новую поликлинику с 2015 года. Ближайшая поликлиника здесь, Одинцовская номер один поликлиника при ЦРБ. Добраться общественным транспортом заставляет где-то час с пересадкой. Ну, там час получается. То есть, доезжаем до станции Одинцова, пересаживаемся на автобус и доезжаем еще сюда. Главная цель круглого стола – обсудить проблемы и найти пути их решения. Были на встрече и те, кто пришел с благодарностью. Я приехала для того, чтобы поблагодарить Андрея Васильевича за то, что он услышал жителей Барвихи и нам поставил замечательного главврача, вернее заведующего. Это здорово, когда слышат нас жители и прислушиваются к нашему мнению. Встречи в подобном формате будут проводиться и в дальнейшем. Мария Шматкова, Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания, Одинцова.